приветствую вас дорогие инженеры с вами лурли мор и добро пожаловать на рубрику интересные проекты вы наверное уже соскучились по данным видео и вот наконец таки мы сегодня увидим новый корабль точнее не совсем новый и не совсем из топов но это имеет отношение к сериалу думаю вы даже видели этот фрегат я готов представить его к вашему вниманию и так этот фрегат называется а и 9 фрегей то есть и 9 фрегей такой вот интересный фрегат который присутствовал моем сериале как один из мощных несущих крейсеров zandex corp ну замечательный фрегат создал его инженер под именем легион 40 такой вот интересный человек наверно скорее всего он любит вселенную вархаммер 40 кап и его можно понять такой вот суперский корабль к огромному сожалению ребята у меня отключены тени иначе у меня был бы очень низкий fps по этой самой причине я вынужден это делать пока что пока что мне нету карточки 1080 и еще лучше 28 10 я конечно и настолько ожирел и обнаглел чтобы бросать деньги пока что на воздух но тем не менее тем не менее когда-нибудь у меня будет топ-система и мы можем все это увидеть в топ тенях в топ настройках ну а пока что замечательный такой фрегат давайте мы его рассмотрим со всех сторон могу сказать что этот корабль меня зацепил сразу я решил его взять сериал точнее взять и начинать его снимать и могу сказать что данный корабль очень по крупному вооружен здесь три мода по крупному вооружен вообще-то вы не воспримите это за вооружение потому что здесь нет вашего любимого мода под названием battle cannons турец и так далее и тому подобное но зато здесь есть такой мод от нвм кстати мв мв и который не попал на мои обзоры но рад надеюсь я на него сделаю обзор конечно попал вот такой вот стать статические пушки кстати канон я не знаю какой они урон наносит ну не знаю наверно будет разобрать такой фрегатик с четырьмя ангарами точнее с двумя они соединены и очень интересным интерьером но еще еще рано смотреть интерьер потому что у нас здесь по интересному расположены такие вот двери которые открывают нам ракетницы их достаточно много то есть корабль готов к боковой обороне к боковому бою но я сказал бы так он среднее мощные по своей силе относительно ванильных кораблей возможно до относительно полностью построенных ванильных кораблей он будет реально решающим каким-то но выглядит реально круто выглядит реально круто щитов здесь нет но тем не менее корабль дает жару фр у нас тут написано один видимо фрегат 1 хотя фрегатом я его его не назвал давайте посмотрим мастерской я буквально быстро наберу да и девы фрегейт саппорт если быть точнее тут мы можем посмотреть сколько блоков есть в данном устройстве 7 1955 и я так понимаю это корабль поддержки легион 40 к зовут прошу прощения того инженера кто его построил под этим ником а теперь пришло время погрузиться внутрь эти сверху тоже есть ракетницы снизу тоже будет боковой такой мощный зал давайте все-таки залезем и да я хотел бы сказать что тут имеется закрылки для двигателей для иоников кто знает зачем они здесь нужны пожалуйста напишите наверно чтобы при боковом сражении данные ионики не не пострадали не повредились а также наверное хороший там дизайнерское решение на коннектор поставить внутреннюю туре чем она покруче выглядела ну не знаю короче такие вот элементы хотя наверное да во время сражения чтобы не страдали ионики хотя я не знаю насколько это верное решение короче напишите об этом комментарии а здесь есть у нас кнопочка благодаря которому у нас открывается раздвижные такие ворота герметичные створки ангара и мы сейчас сможем войти внутрь корабля то есть просто так вас сюда не пустят так как бы надо быть иметь дружественной фракции просто так вы не ворветесь дверь тут прочно защищена и что мы видим мы видим шлюз грамотно построенном корабле нас сразу же встречает турель такой типа если чужой это все-таки сюда пробрался к тебе не сдобровать замок уберем эту сварочку и сразу же здесь встречает нас интересный мир так что это такое по моему это small cargo airlock самое интересное так идемте дальше справа нас ожидает крия комната скрия с этим с медицинской стойкой здесь тоже пулеметик типа если проснулся злой тебя расстреляют если проснулся в хорошем настроении давай вперед матросить по кораблу по кораблю а тут у нас дружелюбно располагаются гироскопы система обороны защищает нас от метеоритов кстати говоря вот тот самый ангар который рассчитан на маленькие корабли на совершенно маленькие и соответственно он открывается закрывается этими кнопочками даже показывать не буду потому что не знаю какой то причине тут скрипт не работает здесь также автор интересным образом угловыми панелями сделал то есть эти буковки кстати открылась я думал он не работает почему в сериале эти ворота не работали когда я пытался снять сцену дела же блин наверное работает система воздушную шлюзи хотя нет это нет надо было кислород включить видимо он здесь отключен да так вот пускай не закрывается а мы тем временем пойдем дальше смотреть что у нас на корабле с другой стороны аналогично все также и имеется тоже точно такой же как бы ангар это круто тут у нас находится креселки для команды тут у нас прямой вход похожий ангар так что все одно и то же показывать не буду но на всякий случай я проверю все так мне интересно тут 2 крео комнатки то 2 крео комнатки корабль очень симметричен то есть на 6 человек здесь места хватит мне нравится так укомпонованные корабли которые очень хорошо как бы компонована теперь нас встречает самое вкусное нас встречает сам корабль то есть сама его центральная внутренняя часть где все очень грамотно вообще-то распихнуть да я кислород выключить черт побери в этом мире и поэтому система шлюзов так нормально работает но нет не выполнять свою функцию это я заболтался и нас встречает вот эти ворота по мере того как мы двигаемся внутри корабля то есть это этот корабль очень хорошо и так подозреваю подготовлен для абордаж для абордажа то есть если кто-то захватывается ваш корабль можете просто закрыть эту секцию да и типа сказать нет пошли нафиг мы обороняемся очень неплохо очень неплохая идея для того чтобы защититься от абордажа именно противо абордажные тут очень хорошо сделал далее спускаемся вниз начнем с самого низа низовью внизу и кстати вот джамп драйв тоже очень классно вписанных интерьер тут есть мод на лесенке как мы видим тут уже начинаются интересные штучки дрючки black что тут написано black а вот эти понятно задние ворота тут у нас в основном технический отдел тут у нас хранятся водород и рефайнере и все эти технические штучки дрючки также огромное количество этих блоков таймеров также у нас тут контейнеры и ассемблеры соответственно все как и полагается по фэншую почему я не могу туда пойти я не знаю давайте попробуем открыть access то есть доступ туда вперед тут у нас на все нужен доступ по умолчанию тут некоторые штучки дрючки закрыты штучки дрючки некоторые уровни закрыты второй уровень который собственно говоря мы уже смотрели ну давайте посмотрим третий уровень да на корабле кстати три этажа а вот это уже центральный кокпит собственно говоря которым мы можем управлять кораблем да по расположению данного опыт это понимаю это назад корабля перед у него там у нас такой мод на компас трехмерном красиво интересное все здесь круто все здесь очень органично сложено органично построенному даже можем отсюда куда-то пойти кстати здесь я даже не был это компьютерный наверное отдел сервера наши хранятся все такое терминальчики так сверху у нас тут что просто переход переход принципе все неплохо за что отвечает эта кнопка тут что-то открывается что-то закрывается а наверное открывается закрывается то что там внизу было а вот вот что закрывается где отпустите меня обратно ладно сам себя же закрыл окей ладно окей ушки на только теперь спереди прийти чтобы открыть эти ворота представляете да как вы как как все тут замысловато но зато нас открылись по моему вот эти да нет ни эти на втором этаже у нас открылась дверца суда а то она была закрыта и вот дела такие вот интересные у нас дела такой вот реально крутой корабль действительно пишите ваше мнение по поводу этого корабля если вам вам нравится возможно внутри этого корабля в сериале вы увидите перестрелочки для тех кто хочет увидеть управление кораблем я конечно же не забыл про это сейчас будет это если я не ошибаюсь есть я не ошибаюсь все таки все таки все таки в этом корабле должны быть щиты потому что я на нем пытался врезаться если вы помните на в один другой корабль мне что-то с этим как-то не вышло ну ничего сейчас мы попробуем поуправлять этим кораблем текс вот он наш астероид вот он наш корабль и давайте попробуем его качество ну точнее его ездовые качества и сказал летательные качества разгоняется довольно быстро и у нас тут есть аж целых несколько программ тормозит правда наверное очень долго как мы видим тормозные трастеры тут блин ну не особо справляются мы остановимся очень нескоро и кстати гироскопчики тоже не особо справляются тоже очень медленные час мы остановимся и рассмотрим что у нас за программы здесь мне аж любопытно стало все таки не надо отплывать далеко от этого астера потому что мы в него будем врезаться и все корабль остановился это не может не радовать давай поворачивайся поворачивайся так ну ка ну ка ну ка повернись сейчас так 1 это fire control то есть первый блок отвечает за огневой в огневую а так ну контроль второе он тоже отвечает за огневой контроль и третий тоже правда я не знаю в чем тут подлов так это кнопочка включения водородников эта кнопочка включения игра этих играют gravity drive здесь гравитационный двиг движок есть мы обязательно это проверим и естественно blast shield скорее всего защитники тех самых пионников давайте мы как раз посмотрим на второй панели у нас тоже есть ухты мы можем открывать ангары корабельные ангары на третьем уже ничего нет давайте начнем с девяточки посмотрим что делают данные кнопочки да они закрывают боковые трастры и наверное не только боковые но и там были тормозные давайте их откроем потому что нам придется лететь и еще доворачиваться так fire control я нажал что происходит ничего не происходит 2 нажимаем тоже ничего не происходит даже включает и выключает так третье что происходит ничего так тикс ну что ж посмотрим еще раз вот не очень хорошо когда объяснение нету насчет этого можем даже сейчас посмотреть я сейчас быстренько гляну гляну на страничку точнее данного корабля и так я не нашел к огромному сожалению на страничке вообще какого-либо описания в данном корабле то есть он просто есть ну и окей давайте проверим его пушечку вот так вот у нас работают пушки только они как-то что-то не особо стреляют всего лишь одна стреляет или все чего-то только стреляет 1 но у нас тут в инструментах только статик канон 150 миллиметров что-то мне это скажется странным так давайте поставим вот это выстрелить один раз да да по моему только сожалению сальва бюк канон почему-то стреляет только одна пушка вот это немного не очень хорошо это за это минус немножко инженеру потому что у меня объяснился так сказать изнутри корабль выглядит так при полете неплохо серьезно и так мы проверяем щиты и сейчас произойдет столкновение ну-ка 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 ух щитов нет и опаньки нет мы не разбили напролет все это вы понимаете все еще корабль это летает то есть он может летать все еще лишь какой но гур не остановится на этом вот конечно любит все основательно раздалбывать посмотрите какая красота ну какой обрубочек до обрубок сейчас я отличу и заново подлечу так сказать а так этого хватает ща как еще раз махнемся махнемся и пробьем ли мы этот астер насквозь так ли прочные корабли зандэкскорп проверим ща проверим ща проверим ух ты если он еще сейчас будет летать это вообще будет прикольно а по-моему нет по-моему на этот раз он сдох хотя хотя он все еще летает вот так посмотрите но только он назад не летает он да газующие вперед страстеры отвалились о у нас зато есть форточек что смотреть вперед нас появилась лобовуха какая мило-то да зато пушки отшибли но уран летает но интересно в бок мы можем подать до пухну о у нас у нас даже появился каким-то чудом водород водород давайте раздолбаем все больше корабль интересно чем будем тормозить давайте тогда в сторону летим я просто очень хочу раздолбать этот корабль до конца хотя он ни в чем не виноват это моя такая любопытствующая натура вот так вот отлетаем 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 а потом их все полный кукер махен мейстер так лед иди отсюда вот так вот мы раздолбали данное чудо вот посмотрите те кто были бы в кресне ума не бы выжили так как интересно построим корабль обожаю технологии умных инженеров и расчет так что у нас тут дальше тут есть плохо ох 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 сколько всего то уцелело короче спящие детишки в задней части корабля вполне могут рассчитывать на спасение но а у нас даже кое-что осталось рабочим но я думаю что это надо поправить где наши боеголовочки надо все это делать до конца меня так учили по крайней мере пытались научить так где у нас тут боеголовки поставил отсюда зато суда поставить где у нас таймер таймерок что у нас только один а он плен он будет так чё ж ты не ставишься так все хватит с меня боеголовки при том они такие вот такого миротворческого цвета так боеголовки запустить отсчет и потом валить валить подальше от астера и наблюдать на эту красоту со стороны ух ты как он был только блин ты не раздолбался а ну иди сюда лети сюда блин нет он не прилетит и почему такие слабые боеголовки они же даже не раздолбали корабль какой-то живучий корабль честное слово ты ж немножко расстроен надо научиться блин подрывать все основательно не умею строить так буду разрушать где у нас тут побольше побольше взрывчатки побольше кто-нибудь остановите меня побольше взрывчаток лиц так все отлично хорошая поза ну-ка где у нас блин у нас много чего тут еще осталось запустить отсчет и так валим 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 и точнее вот так вот летаем параллельно и смотрим на это ух ты так что тут случилось дым рассейся о еще один кусочек остался ну что ж давайте блин же нельзя на ходу блин заряженные боеголовки кидать так хотя можно наверное надо придумать только так так надо зацепиться где-то за что-то вот при комнатку залететь заложить вот вот так круто так а м о все я даже стоять тут могу только вылететь выйти не могу ну окей взорвемся вместе с кораблем что тебе поделать умирать так вместе ой блин опа нет нет не так да вот так а теперь как говорится все по фэншую запускаем в отчет видишься вошедший я же могу о я могу драпануть хотя могу не могу могу не могу успею не успею нет не успею придется взрываться вместе всем пока упс все кажется я сломали кажется я сломали а да я сломал о нет что-то осталось подожди подожди хотя это то что осталось уже нельзя считать за корабль или даже кусочек корабля видишь как быстро летит то блин а на скорости 110 не могу догнать сила великого взрыва а сзади ничего не осталось нет нет ничего все конечно же Зандекс мне за это отомстит наверно так ну ка ну ка приближаемся приближай приближаемся приближаемся я сказал ух ты ж что себе кусок то а кусочище на тебя уже нельзя назвать обломком даже корабля потому что хотя нет для обломка как раз таки норм ну ка ну ка ну ка могу ли я залетить заперед о блин почти получилось ну да ладно блин коль уж ты такой смелый лети лети на встречу на встречу следующим лимуром луром какие вот дела дорогие друзья развлекаюсь как могу так как у меня наконец-то отвез стим я смог загрузить нужный чертеж хотя этот чертеж у меня уже тут был но я надеюсь что следующие новые проекты вы встретите с улыбкой ну что ж с вами был лур лимур до скорых встреч хорошей вам учебы школы и всего остального всем пока пока